Ребят, что я делаю? Я, короче, разбираю фасоль, которая у меня прошлого года. Кирюшка кашляет. Короче, это крупная фасоль, белая-черная. Это черная, вот такая мелкая. Она мне больше всех нравится, потому что она очень быстро варится, мягенькая такая и вкусненькая. Вот, что я прочитала? Я прочитала, что створки, фасоли помогают при диабетке. Ну и запаривают. И вот я теперь хорошие створочки, фасоли сухие. Потом соберу, потом перемолю их в кофемолке. И буду делать настои типа чаев. Так что лекарства рядом. И посмотрим. Говорят, очень хорошо снижает сахар. Работы у меня много сегодня. В субботу я смотрю киношку и занимаюсь. Всем доброе утро. Варю. Какое утро уже? Час. Первый час, по-моему. Даже второй, мне кажется. Что-то я на часы смотрю, время не могу понять. Варю макароны. Макароны группы B. Ну, которые не очень полезны. Но если их сварить аль денте, то норм будет. И немножко поесть. То сильно сахар они не поднимут. Потому что углеводы организму все равно нужны. Именно для печени. Печень любит углеводы. Вот. Так что сейчас макарончики какие варю. Сейчас я вам покажу. Вот эти фирмы в Салем. Мне не нравятся. Знаете почему, ребята? Они вот похожи, как на хорошие макароны похожи. Как макароны группы А. Так, сколько я тут брала? Два кило макаронные изделия. В общем, в общем, они мне очень нравятся. Короче, главное без ДМО. Вот. Короче, нравятся они мне. Так, там по рецепту сейчас солью воду, промою в холодной воде, заправлю маслечко. Хотя я добавляю масло, уже видите, жирненький бульон растительный, чтобы они не слипались. Ну все, они у меня уже аль денте готовы. У нас, кстати, нету горячей, ой, горячий, наоборот, кипяток бежит с крана, а холодной воды нет. Так что промою кипяченой водой холодной. Вот. У меня там полная посуда мыть надо. Так, сейчас еще добавлю. кипяченой водички. Это сольется лишний крахмал, промоется. Да. И макароны будут готовы к употреблению. Так, ложечка сливочного масла помешает. Конечно, лучше покупать макароны группы А. Да, какие-нибудь итальянские специальные. Ну там и витамин побольше, и этот. Ну, я думаю, от этих тоже вреда не будет. От двух ложек макарон. Вот. И, например, овощного салата. Это, так говорю, диабетикам. Ну, это надо замирать на глюкометре. У меня, например, сахар не повышается от таких углеводов, как говорят, вредных. У меня сахар поднимается точно от жареной картошки. Это уже точно от сладкого всего там всяких. Я имею ввиду, ну, вы поняли, что-нибудь там медовое, что-нибудь. Так, и еще сахар поднимается резко, когда очень объема много вы кушаете. Конечно, я сейчас пол этих съем, пол кастрюли макарон, поднимется сахар. А если я положу две ложечки и к нему салатики, там, морковный, капустный или какой, у меня будет нормально. Сахар будет в норме. Вчера я, кстати, тоже низким гликемическим индексом ужин делала. Что у меня вчера на ужин было? Сейчас я вспомню. А, печеночка была куриная и салат с майонезом, с чесноком, с морковкой. Вот, и после еды у меня 6,3 сахар поднялся. Это вообще норма. А так был 5,8 в течение дня. Так, ребята, сейчас я буду делать котлетки. Вчера накрутили фарш. Вот, я оставила. Ставлю в заморозку положила. В последнее время я люблю все тереть на терке, даже лук. Не хочу эту включать. Машинку. Не стало вчера лук. Мой крутил фарш. Я не стала лук крутить. Можно хотя бы было в отдельном крутить. Ну, не знаю, что-то мне нравится все тертое. Так, немножко лука, немножко картошечки. хлеба не ложу, хлеб супруг любит. Но, мама повод всю жизнь. И он привык к хлебным котлеткам. А моя мама с картошкой всегда делает. Ну, чуть-чуть для пышности так. Добавляет. Это можно порезать потом. Солью посыпать. И тоже прикуска к основному блюду. Сейчас у нас растаяло, теплы на улице. Гриб поднимет голову. Все болеют, все кашляют, чихают, потому что даже у нас было плюс один, плюс два. Гололед. Так, сейчас почищу картошку. Ну, вот такую небольшую тоже натру. У нас Кирюха приболел. Кашель, температура. Но, все равно тут осталось до 27-го до каникул. Будет ходить в школу, потому что каникулы. Не хочет лечиться. Вот хочу молоко сделать с маслом. Так ему даю сейчас от кашля. микстурку до на ночь ивопрофен. Утром сегодня 37,5. Как-то организм у него сам борется. Вчера 39,9, но я на ночь все равно дала. Вдруг поднимется больше 38,9. Вот. Поперчим. перец вот этот возьми. Который хорошо сыпется. Так, тут мы ели апельсины. Апельсины, мандарины что-то вообще пробило. я не знаю. У меня такого давно не было. Вот еще замороженный крыжовник у меня есть. Делаю морс витаминные. Так, ну все, пошли месить. Фарш смешанный. Говядина, свинина. Ой, какое лицо. Вы отбиваете фарш вот так, чтобы он склеивался хорошо. Что-то делают у нас с водой. Знаю, что порыв. Сейчас, может, уже к дому будут подключать в воскресенье. Решили сделать. что-то на улице там говорят слесаря. Опа. Вот такой мягенький, воздушный получился фаршик. Цельный такой вот. Смотрите, оп. буду обжаривать котлетки без муки. Во-первых, у меня ее нету. Во-вторых, сковородка нормальная, без муки жарит. Вот такие котлеточки довольно-таки крупненькие, чтобы уже взял, поел нормально. Я люблю, чтобы все в сковородку сразу влазило, чтобы не жарить, знаете, повторно там одну партию, вторую. Конечно, можно, в принципе, можно запечь в духовке. Но я люблю, знаете, слегка обжарить их и потушить. И мне нужно же соус сделать к макаронам. Вот. Мужики у меня не любят сухие макароны. Так, сколько у меня тут я фарш доставила котлеток? Хоть 6 штук получится каждому по 2. Так. Ну, что-то я прям сильно большие сделала. Понесло меня что-то на большенькие. Так, это даже много. 7, да? Еще фарш оставила. Так, что в этом случае я делаю? В этом случае я самых больших по кусочку собираю, переделываю поменьше. Да. Что-то разошлась. Будет у меня 8 котлеток. Так. Вот самое большое у меня самое первое как пошла. Ой. Котлета. Так. Более-менее чтобы одинаковые были. Ну-ка. Еще вот этой можно сделать. Так вот перед жаркой конфер тоже отбиваю несколько раз. Вот нормально. И получилось 8 штучек. Отлично. Так. Вот такие котлеточки у меня получились. Ой. Ура-ура-ура. Воду включает холодную. Это хорошо. Сейчас посуду помоем. Ребят я вчера же фасоль чистила. И вот такие створки более-менее чистые собрала. Ну которые там были сами понимаете. Не в грязи не в плесени. Короче перемолим их. И это буду заваривать. Тоже помогает для снижения сахара. Именно створки фасоли. Вот порошок сделаю. И по чайной ложке заваривать как чай. процедить наверное и пить. ни разу еще не делала. Посмотрим. Будет эффект? Нет? Снижает он сахар? Или как? Кстати может кто-то делал? Подскажите помогают они? Нет? Для снижения сахара. Ой ребята какие мне котлетки вкусные получились. Короче в сметанном чесночном соусе с приправой сейчас вам покажу какая обожаю майра с приправой майра вот сейчас это чесночок у меня сверху похож как будто как сыр да? Ну можно в принципе и сыр добавить но это слишком жирно уже будет. Все потушила котлетки аж кушать захотела но мне еще рано я соблюдаю перерыв между едой между приемными пищами 4 часа это минимум максимум 5 сахар от этого тоже выравнивается к нижней границе кстати пойдемте замерим какой у меня сегодня сахар так ну вот ребята через 2 часа после еды у меня 6,9 это норма возможно до 7,8 поднимается сахар дело в том что сегодня вообще проснулась полдвенадцатого вчера легла полдвенадцатого ночи и проснулась ровно полдвенадцатого дня я думала я проснулась где-то в десятом часу потом смотрю на время я удивилась представляете я проспала 12 часов пообедала я ну может 15-12 встала полдвенадцатого я кушать захотела поела полдвенадцатого и вот через 2 часа у меня получается такой сахар утром я забыла замерить сколько но это уже не утро было обед если честно говоря ребят ну вот мой обед не нашла огурчик кто-то сел мой огурчик взяла помидорки две котлеточки и серый хлеб кусочек ребят собираясь на прогулочку одела вот эти с куницы шерстью носки обалдеть такие они как шок классно я их уже одевала на работу такие они тепленькие сегодня нарядилась в такую шапочку дело в том что я ее в том году брала под шубку да тоже ходила на корпоратив вот думаю возьму шапку под шубку и короче вот сейчас иду в магазин фикс прайс мне нужно сходить беру с собой вас и прогуляемся заодно по морозненькому воздуху честно говоря вот такие статусные образы шуба там шапки такие мне не понравилось девочки я люблю попроще знаете куртофанчик что-нибудь шапочкой поперла вот таким заходишь когда в таком статусном образе как бы считается да тоже к тебе какое-то отношение другое как-то смотрит на тебя по-другому ну да вот это у меня кинзо кинзо да такое новогодний мандариновый лимонный освежающий очень запах как он называется как он называется просто кинзо да сюда добавлю так шарфик одела такое с лохматушками полегче хотел сначала теплый потом и так тут грудь такая как бы я кстати в том году ее расширяла эту шубу с рукавов взяли видите рукава как чуть-чуть коротковатые кажется теперь нет ну можно вот так если стойку прямо сделать осанку выпрямить вот так или в карман руку положить а так конечно видите я руку задрала коротковато у меня было даже загнуты так сейчас я вам даже покажу вот бок вставки вот а в этом году она мне свободна в том году не застегивалась а в этом году свободна все-таки 9 килограмм много значит на пузе сбросить ой когда я неправильно держу не умею эту сотку держать чтобы вас видите вы меня видели так все пошла а то я уже спарилась ой ну на улице конечно очень скользко очень скользко я такая вышла матрона смотрите на тени ого короче на сотке показывается 4 градусов минус 4 ощущается минус 10 ну наверное из-за ветерка так сумка такая легкая это люблю смотреть в окна видите тоже у кого-то красный штор у меня тоже в одной комнате есть красный штор представляете воду холодную опять отключили так и не сделали нам один кипяток сейчас буду воду набирать чтобы остыло надо же покупаться как-то видите поломали деревья фонтан тут был выбралась вечером потому что внучок болел я его лечила то молоко с маслом то градусник то таблеточки то микстурку вот так вот сейчас только папа его повез до дому к маме вот ну мама сказала будет в школу ходить потому что последние дни контрольные до 27 они учатся ну если конечно будет сильно высокая температура то не будет ходить вот мы посмотрим я говорю ну давай тогда начни хоть антибиотики давай ну что он болеет и болеет то такая знаете была вяла текущая температура 37 2 недели назад он же у нас 2 недели не был ну в смысле 2 выходных подряд вот а этот раз вообще 38 и 3 вот сегодня поднялась кашель кашель есть еще на бок жалуются что бок болит но я так постучала ему как вот почки проверяет то похоже как будто как у него почка болит ну на уши короче надо заниматься ребенком конечно если завтра будет температура скажу что сын отец его сын мой отец его везет в больницу на обследование кстати у нас же ой эти рекламы не дают говорить украсили смотрите как украсили и елку зажгли может к елочке сходим даже сейчас вот вышла я с фикс прайс пойдемте прогуляемся посмотрим елочку открытие было в пятнице ну в смысле зажгли елочку в пятницу вот так что идем на улице тепло очень даже сейчас фикс прайс я взмокла там лучше было но потом расскажу какой ну вот она красавица наша елочка вот такая арка все в ней фоткаются шарики там а там еще какой-то городок есть детский но что-то он не светится домики детки там гуляют сейчас поближе подойдем дед морозик правда тает но ничего морозик есть и дед морозик тоже так ну там просто какие-то видать домики для деток чтобы просто ходили там гуляли близко не буду подходить деток снимать так сейчас хочу возле этой арки еще сфоткаться и пойдем домой так вот видите у нас снежинки такие светящиеся раньше на ветви высоко поднимали видать трудно распутывать снимать и сделали пониже их не высоко на деревья а пониже видите такой ряд снежинок по всей улице по самой главной вон там наверху сейчас покажу поближе вот видите наверху под камин название там шторы еще такие блестящие или такие красивые такое крушение новогоднее это новый ресторан когда мимо проходило пахло шашлыками короче кушать захотела шашлыками почему-то пахнет вокруг так ну и все я пошла по темной улице слышите там взрывают а вон салют он не видно наверное сейчас покажу вот там в углу прям нет не видно уже и здесь салюты праздничные настроения выбор подарков идут с детками детки какие-то коробки с игрушками они разглядывают их короче атмосфера праздничная у меня тоже настроения хорошее у меня можно сказать такие два подарка к новому году сделали мне сыновья один сын помирился со своей девушкой второй сын приезжает наконец-то младший домой хоть вместе справим новый год вот так что у меня вот такие истинные две радости большие я очень этому радую единственное внучек заболел ну ничего вылечиться бы вылечить его мама сказала ему антибиотики давай подключай тогда уже чтобы на новый год он не болел еще ребята каждый год хочу эту красоту заснять у нас гостиница очень красиво все елочки беседки там какие красивые елочки беседки очень красиво утром едем на работу смотрю всегда любуюсь этой дорожке так красиво ну огорождено да туда в принципе можно зайти там открыто сейчас оттуда машина будет выезжать да тут скорее всего есть ресторанчик вот гостиница хомпарк а хомп даже не могу почитать о видите здесь написано здесь вкусная гамаш еда ну значит здесь тут есть ресторанчик а вот это вот это короче вот такой комплекс гостиничный украшенный украшенный всегда красиво на новый год мне придется завтра в этой шубе также идти на работу потому что я свою куртку хотела постирать ну свой плащик этот зимний пуховичок а вот вот они сделали как я постираю без воды воды нет холодной не наберется в машинку девочки пришла я с прогулки вся мокрая ой он такой голубый так сейчас покажу что я купила пойдемте на кухню наверное короче засосало меня вот это болото копок я вообще пошла посмотреть еще фикс прайс зайти купить гигиенические там средства маломыку кое-какую которая у меня закончилась и еще и короче по дороге зашла уже когда шла с елки в один магазин который называется ну типа икея или идея там все дорого красиво но дорого я смотрела там пионы хочу вот в эту вазочку которую ее надо отмыть хорошо стоит у меня всегда на кухне от живые цветы с дачи вот девчонки и короче зашла фикс прайс ну купила там сейчас покажу что купила но сначала я хочу показать вот такую красоту короче потом меня понесли так сказать ноги мимо пешеходного перехода который я обычно люблю где на пешеходном переходе работает светофор вот я обычно там перехожу потому что ну не знаю старее наверное вот и короче а я его прошла я такая думаю ну ладно пройду по такому пешеходному переходу чуть подальше иду такая навстречу мне магазин он там в общем-то вся мелочевка детские игрушки в общем все-все с Китая ну может там не только с Китая все там есть я не знаю от ватного диска до елок фарфоровых каких-то ну все тысячи мелочей или что игрушки там ну разные есть и дорогие всякие короче не буду вас томить в этом магазине типа Икея идея я рассматривала думаю что бы купить в такую вазу да пионы мне там понравились но там букетик стоит 3600 тенге ну сейчас такие траты перед Новым Годом не буду потом я зайду и куплю думаю что-нибудь хочу новогоднее смотрите какую прелесть я взяла смотрите ягодка шишечка беленькая травка это еще не все теперь девочки смотрите какая ветка шикарная обалдеть да ну я не знаю да ну такие они давно уже продаются но я как-то знаете не тяготела к такой красоте я не знаю меня что-то прорвало или хорошее настроение или хорошие новости даже прям слезы навернулись у меня такое настроение новогоднее давно такого не было вот это все будет букетик собираться в эту вазочку вазочку я конечно помою и еще третье я еще не могу быть третий тоже шишечка это как в изморосе ребят ну самое что интересное когда я подошла на кассу рассчитываться он говорит сколько это стоит и такой считает мне 800 тут 750 я говорю маленький по-моему я смотрела все цены оборваны там я долго ковырялась в этих коробках цены оборваны но одну цену я увидела маленьких 550 так 550 это уже 1300 и 800 оно стоило весь чем-то а он такой я говорю вы карточкой берете не только переводом я такая блин стою думаю у меня переводом на другой карте нет столько денег такая знаете мне наверное такое лицо было он говорит да поднимитесь кассу и сказал мне вот столько 1350 заплатите и все я такая иду я цены сейчас только увидела но я знала что две веточки они как бы нормальные или он за эту веточку короче такая радостная что мне еще так они вот эти красивые вещи так обошлись экономно радуйся ну там правда там они такие были знаете много всякого оторвано еще там мне понравилась такая же веточка только еще с кристаллом такой белый кристалл был ну короче я не знаю мне очень нравится сейчас я помою вазочку украшу и поставлю на окошко когда у нас открыто кстати надо шторы постирать хозяйка блин сижу украшать украшать а шторы то грязнущие надо в доме то убраться к новому году про генерали ну хотя бы ну надо убраться да завтра уборкой займемся так что купила фикс прайс сейчас покажу ой что мне все криво то стоит надо хороший этот купить так классно прогулялась ребята вообще так я так заранее просто посмотрю ой очень будет симпатично смотреться очень красиво еще такой розовый вази так взяла я губки взяла прокладки это не будем тряпочки взяла фикс прайс короче технику ой технику бытовую короче все такое бытовое уборочное подготовиться надо губки взяла пималюк кстати он мне больше всех нравится не знаю пималюкс мне нравится все счищает себе взяла кстати ребята хотела орешки себе взять они цену по-моему на сто теньги сбросили но сделали вот такие маленькие пачки были же хорошие такие пачки ну что вы ну такие орехи были хорошие жареные так и купила луговую ромашку люблю этот чай на работу возьму травку короче попью вот и ребята что я взяла для волос я нашла кондиционер день и ночь а концентрат кондиционер профессиональный уход не смываемый тут написано противопадение волос усиливает рост предвозвращает выпадение волос ребята кто пользовался я например первый раз увидела вы знаете я ходила долго искала разные там прибабасы для волос то по аптекам искала кстати на фикс прайсе тоже ой на валбери заказала себе для волос одну жидкость но там чисто точно где залысины чтобы волосы росли короче разбудить луковицы некоторые надо потому что у меня действительно истончился волос ну меняется с возрастом видать меняется короче состав волоса мало того что он сидит там это одно сам состав меняется вот теперь я хочу попробовать стопроцентно натуральный этот продукт посмотрю как пользуется сейчас без очков ничего не вижу может кто-то кто-то пользовался и кому-то это помогает сейчас еще отзывы почитаю ну короче мне понравилась цена 500 тенге да короче все я это взяла сейчас вам скажу в фикс прайсе у меня скидочная карта оказывается так удобно пользоваться что я не пользовалась раньше что мы отказываемся от этих карт короче у меня было на 3200 с карточкой на 2900 считайте на 300 тенге сэкономила надо еще в который постоянно мы ходим в магазины еще у нас есть один магазин гринвич там еще скидочную карту взять и чаще будем туда ездить все на этом сегодня влог я закончу с новогодним настроением всех встретимся на следующей неделе сэкономила сэкономила Субтитры создавал DimaTorzok